Масленица Валерий Владимирович, приятно отметить, что вы уже не в первый раз в нашей программе и как всегда хочется поговорить о проведении общегородских праздников, в данном случае широкой Масленицы. Сначала хотелось бы узнать, где она будет проходить и начало. Ну, хочется поблагодарить за приглашение. Добрый вечер, дорогие земляки. Ну, как уже известно, Маслечная неделя уже началась, поэтому можно ходить в гости к тёще Наблины, в гости к своим друзьям, знакомым и близким. Ну, а если что касаемо наших мероприятий, которые посвящены вот такому народному гулянию, как Широкая Масленица, они уже начались. Вовсю в Доме народного творчества уже проходят Маслечные недели, праздничные мероприятия, куда приходят школьники, где им рассказывают о наших русских традициях, в том числе и сжигают чучело. Ну, а основные мероприятия уже начнутся с 21 февраля. Так, в частности, уже в Якимано-Слободской Дом культуры приглашаются жители Якимано-Слободского сельского округа на фольклорный праздник «Широкая Масленица», который начнётся там в 12 часов. В 2 часа в Доме культуры фабрики имени Войкова тоже начнётся тетрализованное представление «Масленица весне дорогу». Ну и 21 числа уже традиционно наш ансамбль гармонистов «Хромка» приглашает к себе любителей народной музыки, русской гармошки во Дворец культуры. 21 числа они приглашают в 15 часов, там состоится праздничный концерт ансамбля гармонистов «Хромка», где можно попеть народные песни, поесть блины и получить заряд хорошего настроения. Ну и естественно заканчивается вот такая «Масленичная неделя», это прощённым воскресеньем, праздничные программы, которые будут проходить в парке 50-летий советской власти. А начало праздника? Ну, начало праздничных мероприятий, начнётся уже с 11 часов будет работать ярмарка и торговая, и ремесленная, уже будут проходить интерактивные площадки. Ну, основное открытие праздника будет в 12 часов на главной сцене, которая будет уже традиционно стоять около центра внешкольной работы, и с 12 часов до 3 будут проходить масочные гуляния. Как известно, у каждого праздника есть свои обычаи и традиции. Расскажите, какие традиции у нашего древнего города в день празднования Масленицы? Ну, наверное, как у всех городов Матушки России, это, конечно же, народные гуляния, это народные забавы, это ремесленная ярмарка, это поедание блинов в большом количестве, это встреча со своими друзьями, заряд хорошего, бодрого настроения. Ну, и концертные программы, естественно, будут проходить, амуниционные площадки будут работать. Поэтому масса всяких мероприятий будет проходить на территории Парка 50-летия советской власти и прилегающей территории. Всё-таки что нового ждёт жителей 22 февраля? Чем в этом году праздник будет отличаться от предыдущих? Ну, мы стараемся какую-то изюминку привнести каждый год на эти мероприятия. Этот год не исключение. Поэтому совместно с вашей телерадиокомпанией был объявлен конкурс на масленичную куклу. Очень активно наши жители откликнулись на этот конкурс. Вот уже сегодня мы завозим в Парк 50-летия с комитетов общественного самоуправления очень ярких, красивых кукол. По микрорайонам ездим, смотрим вместе с вами, оцениваем эти изделия. Часть из этих кукол будет выставляться в Парке 50-летия советской власти. Ну и, естественно, найдётся самый лучший, который изготовил эту куклу. И на сцене, на центральной площадке будут подведены итоги, где, естественно, мы вместе с вашей телерадиокомпанией подведём своеобразный итог, вручим призы тем, кто участвовал в этом замечательном конкурсе. А как будете выбирать победителя? Ну, коллегиально. Ну, я думаю, что и сюжеты в вашей телекомпании проходят, ну, и мы выезжаем, смотрим. Ну, я думаю, что зрители на протяжении всего праздника посмотрят, и будет возможность у них посмотреть. Это в районе спортивной площадки мы эти чучела выставим, где, кстати, одним из новых таких интерактивных площадок будет аллея масленичных чудес. Ну, здесь я тайну выдавать не буду, всё-таки, наверное, должны понимать, что свои сюрпризы должны ожидать всех людей. Ну, хочется сказать о том, что это ярмарка, это шутовство, это всегда скоморохи, это весело, это интерактивно, это очень забавно. Поэтому вот в районе спортивной площадки будет аллея масленичных чудес, где мы выставим и конкурсантов вот этих кукол, куклы, которые принимали участие в конкурсе, ну, и, естественно, нетрадиционные забавы, и будем на столб лазить, и, конечно, призы ждут очень оригинальные. Поэтому хочется пригласить всех на наш праздник. Валерий Владимирович, и вот ещё немножко возвращаясь к конкурсу, приоткроть завесу тайны. Один будет победитель или всё же несколько? Ну, я думаю, мы не будем отходить от тех традиций. Я думаю, что первое, второе, третье место мы всё-таки учредим. И благодаря и спонсорам, и поддержке вашей телерадиокомпании, и управлению культурой, я думаю, что мы вручим призы. Всё-таки люди старались и своё творчество проявляли. Поэтому хочется выразить слова огромной благодарности всем, кто принимал, откликнулся на наш конкурс. Поэтому будем рады видеть все ваши работы у нас в парке. Спасибо. Валерий Владимирович, у вас есть возможность обратиться к жителям и гостям нашего города? Ну, мне хочется всех поздравить с наступающей широкой масленицей. Всё-таки это неделя, когда можно повеселиться, погулять. И 22 февраля, это прощённое воскресенье, последний день. После этого начнётся Великий пост. Ну, мне хочется пожелать всем счастья, здоровья. Не сидите дома, приходите на наше мероприятие, тем более будет интересно. Одна из таких хороших, добрых традиций и возможностей, когда можно встретиться со своими друзьями, сходить в гости к своим родственникам, поесть блины у тёщи. Кстати, я уже ходил. Поэтому всем советую. Блины очень вкусные, наши тёщи пекут. Поэтому всех с наступающим праздником, счастья, любви, достатка в ваших семьях. Спасибо. Наше эфирное время, к сожалению, заканчивается. Валерий Владимирович, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию и вновь приняли участие в программе. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Всего самого доброго. Приходите ещё. До свидания. А я напоминаю, что сегодня лицом к лицу в нашей студии мы встретились с начальником управления культуры администрации округа Муром Валерием Козловым. Наша передача подошла к концу, но я не прощаюсь с вами. Увидимся совсем скоро. Это была программа «Лицом к лицу». Я её ведущая Кристина Песоцкая. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин